Дневники Универсиады Речь пойдет о скекроссе, дисциплине фристайла. Состязания проводятся на специально подготовленных горнолыжных трассах с препятствиями. И задача участников преодолеть все снежные преграды на скорость. Соревнования по скекроссу разделяются на два этапа – квалификация и финалы. Во время квалификации участники проходят трассу на время по одному. В следующую стадию попадают 32 лучших лыжника. Затем их разбивают на квартеты и проводятся заезды в четверках. В следующую стадию выходят два участника, первые пришедшие к финишу. В конце проводятся два финальных заезда. В малом финале участники борются за пятое и восьмое места, а в большом финале за первое и четвертое. Субтитры создавал DimaTorzok Множество похожих технических элементов с горнолыжным спортом. Зачастую скекроссеры приходят в эту дисциплину именно из лыжного спорта. Например, мастер спорта Алон Мулаев свою карьеру начинал как горнолыжник, а сейчас известен казахстанским болельщикам как скекроссер. В следующем году я начал кататься, когда мне было два года. Правильно? Два года мне было. Я начал кататься до возраста семи лет. Я просто так катался. И где-то в семь-шесть лет примерно я начал заниматься профессиональными горными лыжами. И с семи лет до пятнадцати лет я занимался горными лыжами. Потом я узнал, и в принципе появилась такая возможность заняться скекроссом, попробовать себя в этом, потому что у нас немножко спорт начал развиваться в этом. И я начал пробовать себя в этом. И был чемпионат Казахстана тогда, на тот момент, в 2009 или 2010 году, если я не ошибусь. Мне было 15 лет, я поехал на чемпионате Казахстана, я его выиграл. Стал чемпионатом Казахстана, мастером спорта. Меня взяли в сборную, и я улетел в Австрию тренироваться. Теперь, значит, я занимаюсь скекроссом с 2010 года. Вот, собственно говоря, так я там оказал. Болельщики, да и наш брат-журналист хотят знать о прогнозах. А вот участники предстоящей универсиады в разговорах на эту тему не многословны. Я не люблю никакие прогнозы, никакие, честно говоря, вот эти вот забеги вперед. То есть я сделаю все, что в моих силах. Раскроюсь по максимуму, как спортсмен. Отдам все свои силы, которые у меня есть, а там как будет, так будет. Понимаете? Я не хочу ничего говорить заранее. Но я знаю, что у меня все есть для того, чтобы показать достойный результат. Подготовка проходит, как обычно, как любые соревнования. Я ко всем соревнованиям готовлюсь одинаково. У меня нет никакого там, никаких там стадий подготовок. А вот это я так подготовлюсь, а тут я вот так. У меня всегда все одинаково, свой подход, своя манера. То есть я стараюсь этого придерживаться на протяжении всей своей спортивной жизни, спортивной карьеры. Первый наставник и самый преданный болельщик на всех состязаниях – мама Алона, Анна Мулаева. Она верит, что знакомые ее сыну с детства лыжные трассы и домашняя поддержка помогут Алону завоевать золото универсиады. Он здесь рос, ночевал, знал всех собак здесь, всех сотрудников. Его все знали. Он мог хоть куда зайти, покушать, поспать, оставить свои вещи, учить уроки. Ну, все на свете происходило здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Горнолыжный курорт Чамбулак, расположенный в ущелье Зайлийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, является гордостью нашей страны. Ежегодно он собирает тысячи туристов и любителей зимних видов спорта. Тимур – заядлый лыжник и побывал не на одном горнолыжном курорте. Говорит, что лучше Чамбулака нет ничего. Мои родители начали заниматься спортом уже давно, лыжным спортом. И как бы они меня отвезли сюда, я посмотрел, мне заинтересовали. И как бы мне тоже захотелось попробовать. И в пять лет я первый раз встал на лыжи. Во Франции было теплее, и из-за этого был искусственный снег. То, что мне не очень понравилось. А здесь все натурально, приятно. Ветер всегда свежий. Любое спортивное событие превращается в праздник благодаря болельщикам. Их ожидается большое количество. Уже сейчас продано более 70 тысяч билетов. Судя по настрою наших собеседников, которых мы встретили на Шамбулаке, все казахстанцы с нетерпением ждут открытия универсиады. Готовы активно поддерживать отечественных спортсменов и установить рекорд посещаемости. Настроение отличное у меня. Здесь провожу все почти в свободное время. Прилетаю на каникулы, катаюсь здесь. Универсиаду буду смотреть, болеть за наших. Ну, приехали сюда мы 2-го числа. Приехали первый раз. Отличное настроение, отлично отдыхается. Замечательный курорт. Отлично, солнечная погода, светлый воздух. Наконец-то мы смогли выиграть оболе. Казахстану, да? Это преддверие универсиады, да, потому что и город как бы прекрасней стал. И вот покататься всегда приедет. Наша универсиада соберет огромное количество спортсменов и гостей из других стран. Сопровождать их будут наши волонтеры Аташе. В число их обязанностей входит содействие при прибытии и отъезде, заселение в деревне универсиады, сопровождение к местам проведения спортивных соревнований, обеспечение административной и лингвистической поддержки и другой помощи в период проведения игр. Студентка второго курса КАЗГОСА Анель Сылыхова будет выполнять обязанности волонтера Аташе на универсиаде. Я пошла на волонтерство из-за того, что еще у меня английский хороший, и я подумала, что будет полезным еще один человек, который может общаться с универсиадами. То есть, мне кажется, это очень интересно, поучаствовать в таком масштабном мероприятии, как универсиадов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok